Высший суд Венесуэлы поддержал переизбрание Мадуро президентом. Высший трибунал правосудия, TSJ, подтвердил официальные результаты президентских выборов в Венесуэле после того, как Организация Объединенных Наций предупредила, что у суда недостаточно независимости и беспристрастности. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на BBC. Марта Волиньяс, глава миссии по установлению фактов, организованной Советом ООН по правам человека, заявила, что правительство оказывало неправомерное влияние на решения TSJ путем использования прямых обращений к судьям и публичных заявлений TSJ заявил, что пересмотрел материалы избирательных властей страны, в которых говорится, что Мадуро набрал чуть больше половины голосов и согласился, что он победил. Корислия Родригес, глава суда, сказала, оцененные избирательные материалы заверены бесспорно, а результаты президентских выборов 28 июля, опубликованные Национальным избирательным советом, СИИНИ, где Николас Мадуро был избран президентом республики, подтверждены. По ее словам, решение обжалованию не подлежит. Франциско Коксвял, другой член миссии ООН по установлению фактов, сказал, что Родригес являлась членом правящей партии Мадуро и занимала в ней выборные должности. Выборы в Венесуэле. Напомним, что США и ЕС не признают результаты прошедших 28 июля в Венесуэле выборов. Согласно официальному сообщению, на них одержал победу действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста. Президент США Джо Байден и президент Бразилии Лоло да Силва призвали правительство Венесуэлы обнародовать подробные данные голосования на президентских выборах. По данным The Wall Street Journal, Соединенные Штаты хотят предложить Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию. В ЕС предупредили, что Венесуэла в скором времени может оказаться в серьезном кризисе, если президент Николас Мадуро не сможет доказать свою победу на выборах. Продолжение следует...